Так, ребятки, теперь видео на миллион, я думаю. Смотрите, короче, какая фишка получилась. Может быть, какой-нибудь чёрт про это уже снимал, показывал. Сейчас я кофту сниму. Это iPhone 7, это оригинальный AirPods, а это... А это вот, блядь, что вы думаете? Сейчас покажу. Короче, пришёл ко мне мастер на работу и говорит, я себе купил AirPods, так сказать, за 3-4 тысячи рублей. И такой показывает. Я говорю, что в атафаку за факт, типа, как это так? Смотрю, серийного номера не выгравировано. И знаете, меня что смутило? Это вот его AirPods, за который за 3-4 тысяч он купил. А вот это вот оригинальный AirPods и оригинальный кейсик, который мы раздраконили, чтобы продать правый-левый наушник. Реализовали отсюда правый-левый наушник, остался отсюда кейсик. И вот смотрите. Вот, допустим, вы, Вася, из деревни. Ну, допустим, да, я ни в коем случае никого не оскорбляю, но вы ни разу не видели AirPods. Вы, блядь, сможете их отличить? Давайте я вот так сделаю. Кручу-верчу, запутать хочу. Как вы думаете, где оригинальный кейс? Это копия. А это оригинал. Еще раз. Как вы думаете, где оригинальный кейс? Ага, ну тут по надписи понятно. Окей, ладно. Да, с ума схожу уже. Ребят, как вы думаете, где оригинальный кейс? Ваше мнение. Это копия. А это оригинал. И знаете, к чему я вам вот это все показываю? К тому, что, блядь, их вообще невозможно отличить. Вот так вот. Вот так вот их вообще невозможно отличить. Да, да, как бы впритык, зоркий глаз, профессиональное зрение и так далее. Отметят, что вот тут легкий зазор. И вот тут легкая разница в оттенках цвета, крышки и пластика. Здесь монолитно, без зазоров. Хотя вот под таким углом, как будто бы и тут зазор есть. Но самое главное отличие, это в качестве вот этой вот металлической штуки. Точнее, не в качестве, а в самом факте, что она вот здесь металлическая, а здесь она пластиковая. Вот эта херня. И то, что здесь есть вот эти надписи. Смотрите. Design by L'Apple in California. А здесь ничего. И качество кнопки. Смотрите, как здесь сделана кнопка аккуратно. И как здесь позорно. Но при этом она, зараза, тоже нажимается. А нажимается она по-блюдски. То есть, знаете, такой клик, как на дешевом смартфоне. Но, блин, издалека вот так вот вообще непонятно, что это копия, а это оригинал. Ну, а теперь, когда мы берем в руки, по весу они тоже примерно одинаковые. Но самое главное. Вот здесь у оригинальных AirPods'ов очень четкий, тяжелый ход крышечки и магнита. Он прям четко срабатывает. Оп. Тяжелый ход магнита и кнопочки. И вот этой раздышки здесь же. Она как говно. Хлюпает, легкая и не такой четкий звук. Но, ребят, непрофессионал, он вообще не разберет, оригинал это или нет. Также внизу есть контактики. Также есть по центру индикация. Но самое главное отличие, это то, что у оригинала, сейчас я вам покажу, выгравлено у 10 сертификации серийный номер. Вот он. На правой выемке серийный номер, на левой сертификация. На копии ничего этого в помине нет. Поняли, да? То есть кейс отличить очень сложно, но в принципе можно, очевидно. А теперь самые уши. Ребят, я их когда в первый раз увидел, я офигел. Вот как понять, что это копия? Не, человеку не сведущему. То есть ваша бабушка, мама, папа, дедушка, сестра или еще кто-нибудь, кто не шарит в Apple, идет в магазин и говорит, хочу купить AirPods и сынишки, братишки, дружишки, еще кому-нибудь. Ему говорят, вот бери, брат, по 5 тысяч, хорошая цена, дешевле, чем везде. И, блин, их невозможно отличить от вот именно футлярчиков. Упаковка, кстати, тоже максимально подделана. Вот это вот мой оригинальный AirPods, который у меня сейчас в ухе стоит. Ребят, китайцы. А, ну вот, смотрите, здесь четко прослеживаются два аудиоканала. На моих, на оригинальных. Здесь глухая сетка. А здесь четко прослеживается два аудиоканала. А здесь глухая сетка. В остальном, ребятки. Ну, вот здесь, да, на оригинальных более аккуратная разъемка и более аккуратная сеточка. Но когда вот этого в кадре нет, ты вот на это смотришь и понимаешь, что в общем-то это AirPods. И когда я увидел у своего товарища вот эти наушники, я подумал, что, камон, ты купил AirPods? А он говорит, нет, вот, взял. Почему ты их взял? 3 500. 3 500, ребятки. Вы знаете, вот я сейчас сегодня утром записывал видео, AirPods подорожали, туда-сюда, лясем, трясем, 15 тысяч. Кто хочет ради понтов их купить, я обращаюсь к вам. Вот, пожалуйста, 3 500 и гоу. Ты модный чувак с AirPods'ами. Дело не должно быть в понтах, они играют как оригинальные. А теперь еще что говорит товарищ мой. Они играют абсолютно так же четко, как и оригинал. Единственное отличие в чем, что сенсорная реакция не работает. Единственное отличие в том, что мы когда тапаем вот здесь вот по этой штучке, здесь сенсор встроен, вот здесь ее нет. Перемотка, включение, пауза, ответ на звонок, ничего этого нет. Вы знаете, мне кажется, это не сильно обламывает. За 10 тысяч, а? Тебе не сильно обламывает, за 10 тысяч? Мне вообще похер. Тебе вообще похер, понятно. Теперь самое интересное, что, ребятки, как они отображаются в интерфейсе iPhone'а. Вы скажете, ну, это да, как бы копия, но они, наверное, работают через жопу на iPhone'е и так далее. Да нет, нифига. Они, понимаете, самое интересное, что они отображаются так же, как AirPods'ы на iPhone'е. Сейчас вам покажу. Я, конечно, в шоке от этого. Я знал, что китайцы подделывают. Вот, они, видите, AirPods'ы подключены. Мы их достаем. Информацию о зарядке они отображают? Конкретно по наушникам? Нет, AirPods'ы заряжены. Вы понимаете, что они здесь отображают это устройство не как значок AirPods'а показанное, а как просто Bluetooth'устройство, и написано AirPods' и общий заряд батарейки. То есть, а 40% они отображают заряд кейса или чего? Нет, это наушник. Только он не показывает, правда. А кейс, он заряжает их или нет? Конечно. Блядь. То есть, получается, здесь же встроена тоже зарядка такая же, а они заряжаются тоже от Lightning'а, что ли? Ребят. Мне кажется, это must have. Слушай, а где такие купить? Меня замучают вопросами. На Алиэкспрессе так можно дать? Нет, конечно. А у нас есть такая возможность? Почем? По пятаку угодно дать? По шесть. По четыре с половиной. Четыре с половиной? Четыре с половиной, что ли? Ну ладно, давай по четыре с половиной. Короче, парни, если кто хочет... Да не четыре с половиной, дешево. Это почта России связывается. Нет, пересылку с нами, я плачу. Давай пятак. Короче, парни, по-братски для вас пятак. Кто хочет вот эту вот копию... А ты сколько с ними уже хочешь? Месяц. Месяц хочешь? Заряжаются они также лайтнингом. О, нифига себе, четко вошло. То есть, вот оригинальный лайтнинг из комплекта с айфоном. Заряжаются они лайтнингом обычно. Внешне не отличить. Давайте еще раз. Плюсы и минусы этих AirPods. Я ни в коем случае не рекламирую. Моя задача, на самом деле, это просто вам снять и рассказать, что вот такая херня появилась. Но если вдруг кто-то очень захочет их и не сможет найти на... А на Алиэкспресс вообще есть? Ты их искал? Не знаю. Если кто-то очень захочет, то у нас есть, так сказать, поставщик. Вот если что. Какие давайте плюсы и минусы? Первый плюс – это цена. Блин. Допустим, да, если мы по закупке их берем по три с половиной, даже если мы их по пять продаем, пять тысяч рублей – это цена хорошая. Согласитесь, за Bluetooth наушники просто. Которые, как вот говорит товарищ, играют неплохо. Если хотите, если вы в Самаре можете... Ну, я сейчас не смогу, потому что я на свой айфон снимаю. Я не смогу включить все в дыре. Первый плюс – это цена, однозначно. Цена плюс. Второй плюс – давайте тут, ну, помянем понторезов, школьников и всех подряд, кто хочет, но у кого нет бабла. Это... Так, стоп, я засунул... Ха, блядь, я засунул копии на AirPods и в оригинале кейс. Блин, дебил. Бывай такая. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Вот так вот надо. Я вставлял не в тот кейс. Я еще думаю, слишком, слишком четко входит этот провод в кейс. Как будто в оригинале, да. Здесь он входит похуже, но тоже четко держится, все нормально. Я думаю, что так четко входит. Короче, первый плюс – это цена, окей. Второй плюс – это внешний вид и, ну, по сути, да, вот эта вот ценность того, что ты идешь в AirPods по улице, там, в торговом центре, такой весь модный себя. Это второй однозначный плюс. Третий плюс – это сохраненный на 90% функционал. Я не говорю сейчас про качество. Я говорю, сохраненный на 90% функционал. Заряжаются от зарядки Lightning. Они Bluetooth, они выглядят хорошо. Они заряжаются также от кейсика. Они такие же миниатюрные. Они не такие ужасные, огромные, как я вам помните. Показывал, вот у меня был видеообзор, где я показывал копийные AirPods, и совсем копийные плохие. Здесь вот это вот все сохранено. Какой еще плюс есть? Наверное, все. Ну, это основные такие мастодонтские плюсы, да. Цена, внешний вид и функционал. Минусы – никакой гарантийной поддержки. Однозначно. Что-то сдохло, все, на помойку. Это первый большой минус. То есть, ребят, я как бы вам их предлагаю, что я могу их продать, но сразу давайте озвучу все минусы этих AirPods. Первый минус – это никакой гарантийной поддержки. Сдохли, потерялись, сломали. Вы не докупите себе элемент как донора, вы не докупите себе кейс где-то, вы не отремонтируете их в Apple. Ничего. Они вообще не ремонтопригодны. Я думаю, это так, потому что, ну, как ты его вскроешь? Сломался – все, на помойку. Это первый минус, и он, наверное, основополагающий, чтобы отказаться от этих наушников. Второй минус – это как бы поддержка тапа. Вот, когда ты у тебя нажимаешь, у тебя там срабатывает тап. Плюс, точнее, минус ли это такой, что он будет влиять на решение о покупке, не знаю. Я иногда пользуюсь, но, блин, наверное, в 5% из 100 случаев. То есть, там, когда… Хотя нет, когда нужно ответить, как ты в них ответишь на звонок. Да, наверное, минус ощутимый, но, опять же, для кого как. Так, отвечать на звонок в AirPods'ах крайне удобно. Блин, тут в этом случае, да, тап не работает, надо тянуться за телефоном, но, в принципе, меня не обломает ответить на телефоне и поговорить, а потом завершить на звонок на телефоне. Окей. Это второй минус, да, получается. А нет гарантийной поддержки? Нет поддержки тапа. Второй, третий момент. Я все-таки его добавлю, хоть у меня товарищ и заверил, что здесь… Да, хотя, давайте я проверю сейчас. Вот я снимаю свои оригинальные AirPods'ы. А давайте сейчас проверим качество звука этих наушников. У меня товарищ заверил, что… Что, как бы, качество звука вообще не теряет, но… Так, я слушаю музыку. Сейчас, парни, реклама. Реклама Макдональдс послушаю. О, Кавачай от Окинельза. Еще один минус, я их вытащил, они продолжают играть. Вы знаете, ребят, вы знаете, ребят, что я могу сказать? Этот звук хуже, чем в оригинальных AirPods'ах. Наверное, в два раза хуже. Да. Наверное, в два раза хуже. Но… Но он хорош. Вы понимаете? То есть, это уровень просто хороших комплектных наушников. Он не хуже… Вообще, он не отвратительный. И ушам… Сейчас скажу. У ушей нет дискомфорта. Басы есть. Высокие есть. Ну… Блин, я могу сказать так. Звук хуже в два раза. Окей, чтобы не быть голословным или никого не обмануть. Да, звук хуже в два раза. Но берем в расчет то, что в оригинальных AirPods'ах звук идеальный. То есть, здесь звук шикарнейший. Да? По глубине, по басам, по всему. Здесь он хуже в два раза. Он на уровне стандартных комплектных наушников какого-нибудь… У кого там комплектные наушники есть? Я не знаю, у кого есть комплектные. Ну, короче, стандартные наушники из комплекта с iPhone. Вот да, вот, наверное, как обычные. Ну, хотя я говорил раньше, что AirPods'ы и AirPods'ы одинаково звучат. Ну, плюс-минус. Короче, плюс-минус. Кровь из ушей не потечет, и уши болеть не будут 100%. По весу они абсолютно одинаковые. Ребят, вы знаете, это, наверное, все-таки вещь хорошая. Даже, я сказал бы, must-have'ная. Если очень, ну, очень хочется оригинала, но денег нет. Вот так. Наверное, самая главная характеристика этих наушников. Но к основным минусам, еще раз я отмечу, это то, что отсутствие, полное отсутствие какой-либо гарантийной поддержки. И если что-то случится, то, блин, это печальный финал, как бы будет использование этих наушников. В остальном, блин, я считаю, что, наверное, у кого есть iPhone, и кому очень хочется AirPods'ы, особенно вот больше как дань моди, как вот эти вот беленькие маленькие аксессуары в ушах, наверное, имеет смысл брать. Для тех, кто хочет просто не, так сказать, обосраться и не купить вот эту копию по полной цене, ребят, самое главное отличие, по кейсику вы поняли. То есть, сверяйте зазоры, сверяйте качество пластика, сверяйте серийный номер, чтобы был просто на коробке, да, и, ну, качество этого серийного номера, напечатки. А по самим вот этим наушничкам, в оригиналах, очевидно, видно два аудиопотока, вот они, на две точки разделены. И более, как бы, четкая, вот, четкий и качественный рисунок сеточки снизу. В остальном, блин, даже по качеству пластика они одинаковые, прикиньте. Вот так вот, вот так их вообще, а? Сериник сами там, здорово. Да, вообще не отличить, на самом деле, вот так вот, если, да, не держать. То есть, вот тот, кто не держал оригинал, не оригинал, по сути, не смогут отличить. Ну, да не очень. Подожди, ты с подключенными AirBots'ами ответил и говоришь там? Да, тут можно выбросить. А, ты можешь, а, ты выбираешь как Bluetooth. Ну, так стандартный Bluetooth аксессуар, короче, работает. Че, нужно выбросить? Не, больше не нужно. Ребят, ну, я не знаю, покупать или нет, вот эту всю историю решать вам. Обязательно, блядь, делать кофе, когда я записываю видео? О, господи. Ладно, решать или, покупать их или нет, решать вам. Я когда-нибудь покажу твою наглую рожу, и сейчас, ну, как вот так вот, как вот ротон. Вот, все, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok